Здравствуйте! В эфире программа «Выпуск» в студии Ольга Илларионова и о главных событиях к этому часу. В Государственной Думе состоялось очередное заседание парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Ее сопредседатель, зампред Госдумы Анна Кузнецова на заседании привела последние данные. Она рассказала, что под предлогом обучения за границей дети вывозятся в Европу и перенаправляются далее в другие части света. 56 детей-сирот вывезли в Великобританию, 85 воспитанников Артемовского дома-интерната также оказались в Европе. А только на прошлой неделе в результате атак ВСУ на Донецк и Горловку ранение получил 4-месячный младенец и две девочки. Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Россия взаимодействует с несколькими десятками стран, чтобы расследовать преступления против детей на Украине. В Государственной Думе региональная неделя, но нет ни одного свободного места. По рабочей группе по вопросам международной правовой оценки фактов нарушения киевским режимом права и свободы несовершеннолетних, вы, Анна Юрьевна, и вы, Инна Юрьевна, поручили сформировать в кратчайшие сроки с целью не задержать итоговый доклад предложение по работе с дружественными, с конструктивно настроенными государственными парламентами в части противодействия дезинформации, массированной, как Анна Юрьевна отметила в начале заседания, со стороны западных стран и киевского режима. Как сообщил уже глубоко уважаемый Григорий Борисович, эти вопросы были рассмотрены на наших заседаниях. Мы находимся на споставной связи, практически ежедневной, с несколькими десятками дружественных парламентов, с комитетами по иностранным делам, с участием ответственных представителей МИД России. Мы наработали рекомендации по работе с международными межпарламентскими площадками, Межпарламентский союз, Межпарламентская ассамблея православия, парламентское собрание Союза Беларуси и России. Естественно, ООН и все антикриминальные механизмы. Еще раз спасибо Василию Алексеевичу Небензе. В частности, это сессия комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, а также конференции государств-участников Конвенции ООН против транснационально организованной преступности. Обе эти конференции, сессии и конференции, состоятся в начале будущего года. Мы предлагаем активнее использовать тематические мероприятия, в ходе которых было бы уместно продвигать наши выводы, выводы нашей комиссии. По линии Совета ООН по правам человека, хоть нас временно и исключили оттуда, но у нас есть все необходимые механизмы ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ОБСЕ и ее институты. Со своей стороны считаем целесообразным задействовать мощный потенциал МПАС СНГ, который возглавляет Валентина Ивановна Матвиенко, и парламент-ассамблеи ОДКБ, которую возглавляет Вячеслав Викторович Володин, а также все, повторюсь, двусторонние и многосторонние площадки межпарламентского сотрудничества, особенно со странами АТР, Африки и Латинской Америки. Эта работа уже нашей рабочей группой ведется. Лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества подписали декларацию по итогам встречи в Сан-Франциско. В документе не упоминаются вооруженный конфликт России и Украины, а также война Израиля и Хамас. Эти темы обсуждались только на министерской встрече АТЭС. Встреча лидеров Китая и США реальных договоренностей не принесла. Ну а что касается вот этого в Сан-Франциско и АТЭС, ну, знаете, по-моему, ни одно такое собрание таких лидеров не сопровожалось столь большим обсуждением бомжей, криминала, заборов и всего того, что происходит в Сан-Франциско. Очень, конечно, удивительно. В принципе, я считаю, после заявления сегодняшнего Байдена о Китае с Индзиньпини, можно сказать, что, в принципе, этот сбор мировых лидеров, значит, по сути дела, уже завершился. Потому что обменялись репликами. Байден сказал, что у китайцев проблемы. Китайцы предложили вытащить бревно из глаза. Я думаю, что если лидер Китая прилетел, то только лишь с одной целью. Он просто символически, протокольно подтверждает свое участие в АТЭС. И не более чем. Потому что совершенно ясно и понятно, всем давно ясно и понятно, что главный девиз американцев – это плутовство и вероломство. Садиться Китаю с американцами за один стол – это все равно, что играть в карты с шулером на какой-то пиратской вечеринке. Тебе, может быть, козыри-то и придут, и, может быть, ты выиграешь, но потом у тебя все равно это отожмут силой. И, вы знаете, вот мы когда про санкции говорим, мы находимся в дискуссии вокруг собственных санкций. Но если, я себе просто почитал, если посмотреть с приходом Трампа в власти в 2016 году, посмотреть, какое количество санкций американцы применяли в отношении Китая, то, еще раз говорю, бессмысленно договариваться. Договориться бессмысленно, потому что любые договоренности можно потом дезвуировать и вероломно их нарушить. И они при этом, американцы, не опускаются. Вспомните, там аресты даже были вице-президентом крупнейших китайских компаний. Вот эти неожиданные поднятия то пошлин, то опускали их. Ну, в общем, мошенники. И, видимо, тоже не от хорошей жизни, а, скорее всего, от плохого воспитания. ЛДПР внесет поправки к проекту федерального закона о бесплатной юридической помощи, сообщает председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. У каждого гражданина России должна быть возможность получения бесплатной юридической помощи дистанционно, в том числе с помощью телефонной связи, видеоконференц-связи и также сети интернет. Об этом сказано в пояснительном документе к проекту закона. О том, как ЛДПР планирует решать проблемы, выявленные в ходе всероссийского приема граждан, рассказал лидер ЛДПР. Мы смотрим на проблему, смотрим, каким образом эта проблема образовалась, что нужно для ее решения. Когда мы видим, что, к сожалению, некоторые чиновники того или иного уровня дистанцируются, мы с ними работаем. И они нас слышат. Если проблема по-настоящему кровоточащая, в переносном, конечно, смысле, решаем сами. У нас для ответвестных возможностей. И в продолжении темы. Темы в Московской области. Во всех городских округах депутаты ЛДП разных уровней провели прием жителей. Главными вопросами стали улучшение жилищных условий, неэффективная работа управляющих компаний, транспортная доступность, социальное обеспечение, выплаты пособий участникам и семьям СВО, образование и здравоохранение. Все обращения, пожелания и предложения приняты в работу. Мы вместе с Юлией Степановой, моим уже давним другом, товарищем, много лет знакомы, общаемся. И так-то мы, в общем, в обычном режиме всегда знаем, чем живет Истринский район. Но сегодня мы выделили один только вопрос и не стали при этом как-то выходить осознанно за рамки темы помощи участникам специальной военной операции, членам их семей. Это, как отмечает Леонид Слуцкий, приоритет в нашей повседневной стратегической деятельности. Это главная цель нашей деятельности. И поэтому три разных человека сегодня у меня побывали, у нас с Юлией на приеме. Здесь первый случай, он очень непростой. Боец находится сейчас в плену. Он героически сражался. Ну, и это понятно, очевидно. И уверены, что будет представлен к награде, когда будет освобожден. Но сейчас наша первостепенная задача – это помочь ему вернуться домой. И вторая, не менее важная задача – сопереживать жене, двум детям, маленькие детишки, обязательно родителям, помочь им дождаться этого момента, когда состоится следующий обмен военнопленными. Когда такие случаи берем, то мы своих не бросаем. Это в буквальном смысле навсегда. Второй случай связан с тем, что человек, слава богу, живой, да, с ранениями, да, с инвалидностью, но вернулся, по ранению демобилизовался, по состоянию здоровья, участвовал в боевых действиях под Солидаром. Мы все с вами помним, что такое Солидар. И я думаю, что вот сейчас зрители канала ЛДПР-ТВ поняли, что речь идет о бойце частной военной компании «Вагнер». Отношения к ЧВК «Вагнер», к людям, которые там сражались, у нас более чем уважительны. Мы не проводим никаких разделительных линий между теми, кто был добровольцем, кто был мобилизован, кто идет по контракту, вне зависимости от того, как это называется. Ребята выполнили свою задачу, ребята внесли, наверное, решающий вклад на предыдущем этапе специальной военной операции в нашу победу. И поэтому сегодня речь идет о том, чтобы, знаете, вот никто не забыт, ничто не забыто, но только вот по отношению не к тем, кто погиб, а к тем, кто получил ранение, получил инвалидность. Не должно быть никаких отличий. Наша фракция в Государственной Думе по инициативе Леонида Довальевича Слуцкого и каждого из нас постоянно обращает внимание, что не должно быть различий в социальном обеспечении, в системах льгот, привилегий, которые возникают для ветеранов боевых действий. Все участники специальной военной операции, все ветераны боевых действий должны получать одинаковый, полноценный, без изъятий, набор льгот и привилегий. И третий случай, он вообще, наверное, будет, я думаю, не только на ЛДПР-ТВ, но и на Первом канале, и на российском телевидении. Человек, опять же, я пока не раскрываю раньше времени персональные данные, но речь идет о том, что наш товарищ участвовал в защите русских людей на Донбассе с 2014 года, будучи при этом уроженцем Узбекистана. Да, и закончив, ну вот я все-таки вынужден какие-то секреты рассказать, но они все равно хорошие такие, закончив в свое время Ташкентское пограничное училище. Я думаю, что ребята, которые работают в этой сфере, для них это такой хороший образовательный центр, центр компетенции, то есть человек очень профессиональный. В 2009 году он переехал в Россию, получил гражданство нашей страны и начал работать добровольцем в тех подразделениях народной милиции, которые защищали от нацизма русских людей на Донбассе. Получил ранение, потерял руку и по формальным причинам сейчас не может военкомат из Тринского района с ним заключить контракт. Ну вот, как бы мы не критиковали иногда военную бюрократию за то, что она к чему-то там вот не так чувствительна, как хотелось бы нашим гражданам, но тут вот ровно в другую сторону бюрократичность проявляется. Человек хочет заключить контракт. Будем обращаться к Андрею Валерьевичу Картополу, нашему товарищу председателю комитета по обороне государственной думы. Здесь в Истре сегодня вместе с Юлией Степановой, вместе с ее коллегами по районному совету принимал участие и председатель районного совета депутатов, что для ЛДПР очень важно, поскольку это и есть тот самый проект Палата депутатов, когда мы вовлекаем в свою работу людей не только из нашей партии, но и тех, кто неравнодушен, кто готов свое время и свои силы тратить на то, чтобы вместе с нами решать самые важные для наших граждан вопросы. Поэтому такой прием станет доброй традицией. И к этому часу у меня все новости. Спасибо, что остаетесь с нами. Больше новостей смотрите на наших YouTube и YouTube каналах, а также в Telegram канале. До свидания.